В Петербурге прошла третья международная конференция, посвященная физике Большого Адронного Коллайдера. В течение недели ведущие ученые, а также студенты и аспиранты из разных уголков мира презентовали свои научные исследования. Среди участников – профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Они делились теоретическими и экспериментальными результатами по физике Адронного Коллайдера, задавали друг другу вопросы, вступали в дискуссию. Профессор Лондонского университета Андрей Галутвин утверждает, что изначально конференция рассматривалась в качестве арены для выступлений молодых физиков и инженеров. Когда Большой Адронный Коллайдер заработал, конечно, это самый большой проект в мире, там огромная концентрация физиков. Я думаю, все вместе, это почти 8-9 тысяч авторов, если все четыре эксперимента. Ну и, естественно, львиная доля результатов физических, она получена на Большом Адронном Коллайдере. Но при этом на этой конференции очень велика доля докладов, которые делаются молодыми учеными. Ну и, конечно, это очень важно. Большой Адронный Коллайдер, создание которого объединило ученых со всего мира, находится на глубине 100 метров под землей. Его длина 27 километров, поэтому на строительство ушло более 15 лет. И сегодня гигантский ускоритель является самым крупным научным прибором в мире. Интересно, как бы отреагировал создатель первого ускорителя частиц или циклотрона, Эрнест Лоуренс, если бы ему удалось воочию увидеть эту машину? Для него это было бы абсолютно невероятно, потому что то, что он сделал, можно уместить на ладони. А то, что сейчас находится в тоннеле, 27 километров, наполненные совершенной техникой. Думаю, ему это было бы трудно представить. Научные приборы со временем меняются, однако объект исследования остается тем же. Микромир, хранящий тайны пространства, времени и темной материи. С помощью Адронного Коллайдера у ученых больше шансов найти ответы на ключевые вопросы Вселенной. Только зачем? Так ли необходимо знать, из чего состоят темная материя, антиматерия и черные дыры? В основе любой настоящей науки всегда лежит любопытство, чистое любопытство ребенка, который хочет узнать, как это устроено, не думая о том, зачем ему это нужно, не ставя себе такую прагматическую линию. В реальности это все существует, конечно, но вопрос о том, зачем мы изучаем Базун Хиггса, он каждый для себя его отвечает по-своему. На мой взгляд, такой наиболее честный ответ, потому что нам это интересно. Из истории науки мы знаем, что этот интерес часто потом трансформируется во что-то. Это же касается и темной материи. Раскроют ученые тайну темной материи или нет, покажет время. А пока каждый из них уверен, что фундаментальная наука играет огромную роль в жизни общества. Ведь сегодняшние открытия могут через 10, 50 и даже 100 лет сыграть ключевую роль в превращении идей писателей-фантастов в реальные будни промышленности, техники или медицины. И пока существуют молодые умы, готовые исследовать микромир и понять основы мироустройства, мы можем быть уверены, великие свершения еще впереди. Аида Явбатырова, Денис Сосин, телеканал МОСТ.